На посаде 2-го корпуса 4-го лицея открыли мемориальную табличку Денису Амировичу. Выпускник бывшей 6-й школы погиб, выполняя воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Об увековечении памяти героя наш следующий сюжет. Лицей номер 4 застыл в минуте молчания. Учащиеся старших классов чтят своего предшественника Дениса Амировича. Теперь историю выпускника, который в одной часе стал героем, будет знать каждый, кто переступит порог его родной школы. В каждом русском человеке есть память о наших отцах, о наших дедах, которые во время Великой Отечественной войны освободили не только территорию Советского Союза, но и всю Европу. Освободили от фашистской нечисти. Сегодня наши ребята, наши солдаты, наши герои, защищая Родину, несут эту честь, несут эту память. Светлая память Денису. Мы никогда не забудем его подвиг. Герои не умирают, герои живут вечно. Денис отдал жизнь за то, чтобы вы, ребята, стояли сегодня здесь. Потому что против нашей страны идет война, идет война против флага, гимна, против каждого из вас. И на таких примерах, как Денис, вы должны расти. Когда ему было 10 лет, они с сестрой смотрели сериал «След». Там был такой герой, майор Майский, разведчик ГРУ. И Денис в 10 лет сказал, что он хочет быть как майор Майский, разведчик ГРУ. Ну, вот, Божий промостил, вероятно. Его слова исполнились через 12 лет. Сегодня день военного разведчика. Это очень символично. Что мемориальная доска открывается именно в этот день. Я хочу сказать всем спасибо, кто помогал, принимал решения. Для нашей семьи это очень ценно и дорого. Денис погиб 4 ноября 2023 года. Разведчик-снайпер награжден медалями за отличие в военной службе, за спасение погибавших и ордена мужества посмертно. Субтитры создавал DimaTorzok